Социальный интернет-ролик, призванный ускорить оформление регистрации для приезжих, вызвал нешуточный скандал. По мнению представителей кавказских диаспор, вирусная реклама оскорбляет человеческое достоинство их земляков. Совсем недавно широкий негативный резонанс вызвала брошюра для гастарбайтеров. Мы рассказывали об этой истории. Гости Петербурга были изображены в виде строительного инвентаря. И вот новое спорное проявление креатива. Елена Наркуновича о том, как добрыми намерениями может быть выложена дорога в суд. Героям этого видеоролика, в принципе, даже не обязательно говорить с таким явным акцентом. Его и так создали из стереотипов. Золотая цепь и зубы, палатки на рынках, регистрация. Быстро, недорого. Понятно, о чем идет речь. Пользователь, который опубликовал это в интернете под псевдонимом «Досвидосдаваев», наверное, очень доволен. За сутки сотни комментариев. Почти 400 тысяч просмотров. Идея новой рекламы вируса очевидна. Большой человек Артурчик берет деньги за сомнительные услуги. Шикарный автомобиль, дорогие часы, стильные очки и красные макосины. Все это за пару кликов компьютерной мыши на государственном сайте. Такой ролик можно было бы назвать обучающим, но его персонажи почему-то опять представители южных народов. Бизнесмены-мошенники. Пожалуй, даже хуже, чем веники и шпатели. Креативные рекламщики, б***ь, сговорились. Веселые картинки миграционной политики уже назвали бесчеловечными. А создателям недолерантного справочника трудового мигранта пришлось оправдываться. Как раз вот изображение маленькими небритыми людьми, мне кажется, как раз оскорбительным. Это абсолютно нейтральный, веселый, кстати, очень улыбчивый герой. Самое удивительное, по мнению экспертов, заказчики в обоих случаях почти наверняка представители некоммерческих структур. Государство тоже в этом направлении двигается. Это неплохой ход для того, чтобы раскрутить какие-то инициативы правительства. Все, что является вымученкой, вот чего мы сейчас очень много видим, то есть что-то создано, вот явно люди пытались достичь вирусного эффекта. То есть они включили в этот сюжет и животных, и секс, и какой-то юмор, попытку на него. Пусть будет гусь в чепчике. Нет, лучше знаменитость или симбиоз, например, Джигурда Чубака. Любительская съемка, очередь на получение загранпаспорта, конфликт. Нет, мне нужно сделать вирусное видео. Что нам нужно для вирусности? Эротика была. Я еще раз говорю, выйди отсюда! Вы, как можно говорить, я на госуслугах регистрировался, я вообще без очереди. Дальше. Вирусный персонаж. Ну, вирусный персонаж, положим, отличный. Из более удачных примеров такой рекламы можно вспомнить разве что приключения Белочки. Министерство здравоохранения и социального развития до сих пор гордится зверьком-алкоголиком. Забегаю как-то утром к одному мужику. А он орет. Зерватозоид, курвозавр, будь мужиком! Кстати, по количеству просмотров за первый день Артурчик обгоняет Белочку почти в 20 раз. Но такая популярность, скорее всего, не спасет его создателей от судебных разбирательств. И первый иск наверняка будет от руководителя одной из национальных диаспор. Елена Наркунези, Ирина Уйминали, Христоф, Пятый канал.